Решение проблемы и настоящий праздник для афтезиаторов. Накануне в Сургутском районе открылся долгожданный окружной противотуберкулезный диспансер. Он рассчитан на 300 коек и не имеет аналогов в Югре. О возможностях современного медицинского учреждения репортаж Елены Малышкиной. Его ждали давно и он открыл свои двери. Новый окружной противотуберкулезный диспансер Надежда Югорской медицины. Те успехи, которые противотуберкулезная служба показала за последние годы, это и снижение заболеваемости туберкулезного, снижение смертности. Это очень большие достижения. Но сейчас когда-то наступают пределы, дальше которых идти нужно только по пути идентификации, улучшения качества. А это невозможно без создания условий. Со вторым диспансером все пределы действительно были достигнуты. Здание медучреждения исчерпало все возможности. 210 коек катастрофически не хватало. Впрочем, как и специального оборудования. Новый диспансер, рассчитанный на 300 коек и 300 посещений в смену, должен стать настоящим прорывом в области лечения туберкулеза. Принимать здесь будут не только пациентов из Сургута и Сургутского района, но и со всей территории Югры. Все там здорово. Молодец. Неужели мы дожили до такого? Дойти до такого было бы невозможно без трех миллиардов рублей, выделенных в рамках целевой программы сотрудничества. Именно эти средства помогли ускорить строительство диспансера и завершить второй этап всего за два с половиной года. В итоге аналогов этому медучреждению нет ни в Югре, ни во многих регионах страны. Современные лаборатории и новая диагностическая база помогают обнаружить не только легочный туберкулез, но и внелегочные его формы. Что касается узких специалистов, мы сейчас готовим у нас на интернаторе, на ординаторе птизиатров, будем готовить неврологов, хирургов. К нам уже приходят акушер-гинеколог с корочками узиста, у нас будет и уролог. То есть с узкими такими штучными специалистами проблем нет. Зато проблема пока остается со средним и младшим медицинским персоналом. Их придется не только обучить, но и предложить хорошие условия для работы. А они здесь действительно есть. В новом диспансере сделано все для инфекционной безопасности. Здесь даже в коридорах круглосуточно работают кварцевые лампы и ультрафиолетовые фильтры. Это значит, что и сотрудникам, и пациентам ничего не угрожает. С появлением нового противотуберкулезного диспансера должна улучшиться и работа на выезде. Это, в свою очередь, несомненный плюс для жителей отдаленных поселков Сургутского района и коренных малочисленных народов Севера. Мы прекрасно понимаем ситуацию, отдаленность населенных пунктов. Продолжаем сотрудничество, давнишнее сотрудничество с противотуберкулезным диспансером. Это работа выездных бригад, выездных флюорографов. Это однозначно позитив, только позитив. Новый противотуберкулезный диспансер включает в себя целый комплекс зданий. Это не только взрослые и детские отделения, но и хоспис для самых тяжелых больных. Переезд займет еще некоторое время. Противотуберкулезный диспансер сможет принять первых пациентов уже в апреле. Елена Малышкина, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».